Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! В последние три года эвакуация активно производится вертолетом до 500 пациентов в год. Количество операций в лечебном учреждении 60 тысяч. Опыт работы сотрудников. Конечно, Олимпиада нам помогла, потому что нас учили. Медицина Краснодарского края обеспечивала медицинское обеспечение Олимпиады и, конечно, с этими общими вопросами мы уже готовились. Здесь представлены некоторые слайды подготовки и проведения учений перед Олимпийскими играми. Это сочинские больницы всевозможные, горный кластер, нижний кластер. Взаимодействие со смежными службами, пожарные, скорая помощь, всевозможные варианты аварий. В общем, учения у нас были довольно регулярно. Медицинная катастрофа, эвакуация с Олимпийских объектов вертолета. За последние два года нами проведено 26 учений. Это в среднем идет одно-два учения в месяц с различными заданиями. Всевозможные пожары в больнице и всевозможные массовые поступления пострадавших. Также мы считаем очень важно проведение конференции. Если на сегодняшнюю конференцию приехало человек пять с нашей больницы, то мы активно, главный врач, привозят тех лечебных учреждений, тех специалистов, у которых был горький опыт работы с учреждениями. Изучаем зарубежные всевозможные опыты, алгоритмы поступления различных пострадавших, о чем Сергей Федорович вчера говорил, что, конечно, поступит 300 человек или 30 всклиф, это без проблем. Если в другую больницу, то проблемы. Здесь вот собирается весь коллектив больницы, и полностью разбираются разные уже опыт учения. Здесь вот приезжали коллеги из военной медицинской академии, выступает Тюрников Юрий Иванович, заведующий ожогом центром 3-6 больницы Иноземцева, которая принимала и взрыв, и черкизовский рынок, и рассказывали о своих нюансах. Боско, который руководил приемом пострадавших в Волгограде. Также приезжали коллеги из Донецка, это руководитель центра неотложной медицинной хирургии «Фисталь». Они имеют большой опыт по ведению пострадавших. И конференции все также проводятся в режиме онлайн. В общем, если учиться, то это очень важно. Комплекс мероприятий по подготовке лечебного учреждения, это уже все говорили, прекращение приема пострадавших и возвращение к работе. Подготовка стационара. В основном мы считаем важным это оповещение и сбор персонала, потому что чем раньше мы все знаем, тем больше людей, тем это очень важно. Также разработаны алгоритмы, как в выходные дни, в праздничные, так и в ежедневные дни. Но самое главное это тренировка, потому что если всегда тренироваться, меняются врачи, меняются смены, и раз в месяц мы считаем, такие учения должны быть. Все возможные приказы по оповещению мы считаем очень важным. Используем три вида связи. Это сотовую, которая обычно бывает отключается, местные телефоны. И активно используем в больнице пожарную сигнализацию, которая выведена в пульт в приемное отделение. И по такому громкоговорителю можно всю больницу собрать. И если, не дай бог, что-то отключится, то эта связь, мы считаем, должна работать. Все проводится под видеоконтролем и наблюдением. Разработаны схемы оповещения. Сделано 11 пакетов. В среднем один ответственный хирург, травматолог или медсестра делает не больше 7 звонков. То есть 7 на 7, 50 человек оповещено, и потом идет сбор. Также важным считаем создание штаба, организация работы охраны, что немаловажным. Штаб, конечно, он всем руководит и общается с массовой информацией. Реанимацию, освобождение коек. Конечно, если у нас 237 реанимационных коек, то возможности более расширены. В маленьких лечебных учреждениях меньше. Но тренировки должны происходить постоянно. Также выписка, прекращение плановых операций. Очень важным считаем подъезды-выезды на опыте других лечебных учреждений, когда создавались заторы. Наши охранники знают в одни ворота всех впускать, в другие выпускать, чтобы не было столпотворения при входе. Идет имитация со студентами, которые имитируют пострадавших. При университете всегда есть кафедры. Человек 50-70 мы берем, делаем разные ситуационные задачи и всех привозим. Иногда параллельно идет тренировка вертолет на нашей крыше больницы со своим ремзалом. Значит, по сортировочной площадке. Естественно, площадка, бригада, средства сортировки. Виды сортировочных площадок в Сочи нашу вы видели. Обеспечение ее должно быть постоянное. Сортировка вещь очень важная. Мы разрабатывали как первичные медицинские карточки, так и бирочки. Но от бирочек мы сейчас отошли. Мы на каждого пострадавшего кладем первичную медицинскую карту, где отмечаем, кому что нужно сделать. Это условное отравление. Руководит всем ответственный хирург, который полностью подчиняется вся бригада. Есть аналитики, которые смотрят. И каждое учение мы потом анализируем плюсы и минусы. Но основным, конечно, считаем оповещение и сбор. При регистрации все довольно просто. Разделение потоков, как правило, мы считаем, ну и все знают, работа на месте, транспортировка и лечебное учреждение. Чем дальше от нас ЧАЭС, тем лучше мы подготовимся. Когда было наводнение в Крымске, то краевая больница за 6 часов, естественно, полностью приготовилась к потоку пострадавших. А что было первично, то было сложнее. И, как правило, парализуют массовость, парализуют легкие больные, парализуют эмоциональные больные. Поэтому мы всегда имитируем большое количество легких больных с привлечением терапевтов, чтобы они их разводили по терапевтическим отделениям. А хирурги занимались крайне тяжелыми пострадавшими. То есть мы считаем три момента, которые нам коллеги сказали. Первое – это въезд-выезд из одних ворота движения пострадавших. Второй момент – отсечение эмоциональных больных, которые мешают. И третий момент – должен выделяться человек, который общается с средствами массовой информации. Потому что Юрий Иванович Чурников приводил на одном слайде, что 14 организаций одновременно хотят знать, сколько человек поступило. Журналисты, администрация, Минздрав, депутаты, родственники. И на это уходит очень много времени. Поэтому информацию должен давать один человек, она должна быть четкая, чтобы не было никаких разночтений. Естественно, ремзалы. В каждом ремзале висят отработанные схемы, что нужно сделать по системе damage control. У нас два ремзала, четыре места. В приемном покое площадь тысячу квадратных метров. Конечно, на такой площади обслужить количество пострадавших мы готовы. Но лучше, чтобы их не было. Также эти все учения позволяют нам, когда иногда бывают такие ситуации, как поступает 18-20 человек, больница работает в режиме ЧАЭС. И за полчаса полностью они все оказаны медицинской помощи и уходят с сортировочной площадки, с приемного отделения на оказание лечебной деятельности. Поэтому знания раз, анализ других лечебных учреждений два и постоянные тренировки. Спасибо за внимание.